Техническая 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 тех проектов, которые были инициированы 2-3 года назад, мы должны будем сконцентрироваться в ближайшие 4 года на основных направлениях, на своеобразных 4-х институтах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях. Позже Дамедведев начнет говорить о 5-е, добавляя в качестве 5-го интеллект. Этот разговор о 4-х или 5-е был бы абсолютно правомочен в конце 60-х годов в условиях, готового к постиндустриальному рывку. Он был бы столь же правомочен в условиях высокоразвитой капиталистической действительности, например, той, с которой имел дело Рональд Риган. Но он абсолютно не правомочен в условиях 4-х декультурации, деиндустриализации, десоциализации, дегенерации. В условиях системного регресса, захватывающего как материальную, так и духовную спиру. В условиях глубочайшего культурного провала. Все это сдержано Путином в период с 2000 по 2008 год, и потому мы еще не развалились окончательно. Но сдержано не значит переломлено. Призная Медведев в качестве исходной ситуации 4-х, ему пришлось бы говорить о восстановительном периоде или о чем-то другом, находящемся в соотношении с поставленным конечным заданием. Ни один политический лидер не может говорить о цели, не характеризуя стартовое состояние, из которого надо двигаться к цели по определенной проектории. Но Медведев лукавый избавлен от этой необходимости разговорами о том, что Россия в 2000-2008 году якобы не регресс сдерживала, что является большим, но относительным позитивом, вполне достаточным для сохранения ключевых политических позиций Путином и его преемниками, а возродилась Аки Феникс и Спитила. Возродилась разгром советского индустриального и постиндустриального секторов, 40 миллионов гектаров, целая европейская страна, квадрат размером примерно 650 звездочка, 650 километров, выведенная из сельхозабородов, всем понятные и признанные на высшем международном уровне, прежде всего, ВАН, которому мы всегда апеллируем, негативные мегатренды в сфере образования, медицины, культуры и много чего еще. Орды торговцев и менеджеров, криминальный минстрин, всем понятна и беспрецедентно высокая продовольственная зависимость, не вхождение в Европу и НАТО при потере своего полиполитических, культурных и военных союзников, превращение бывших сателлитов в инструменты чужой политики, в источник особо сосредоточенной ненависти к тому, к чему ранее прилипали как полностратегическим и экономическим, так и по идеям соображениям. Даны нам в качестве старта эти самые 4Д, а мы говорим, что на финише будут 4 или 5, за счет чего? 4Д. Что они сделали с дром российской исторической личности? Травмировали это и дро? Сменили его? Какой исторической личности обращается до медведев, говоря об этих самых и? Сочетаем ли такие с нормальностью в ее рассмотренном нами треединстве, при котором один социальный модус этой самой нормальности мечтает или осуществляет эмиграцию к нормальной страны, другой модус превращает нормальность в криминальный гидонизм, а третий читает проповеди самбо на церкви тела? Так какова же нынешняя Россия? Господин Ракитов, будучи советником Ельцина и призывая к модернизации России через катастрофу во имя смейной адракультуры, она уже вдруг цивилизации как культурно-историческим, она не будет с мировой цивилизацией или с цивилизованностью, добился катастрофы. Но добился ли он смейной адры исторической личности, атакуемого этой самой катастрофой? Сам же Ракитов признает теперь, что этого не произошло, и призывает фактически менять дальше игру уже за счет расчленения России. При этом он тоже прославляет нормальность в духе культа тела, прямо уравнивая нормальность с уютными, комфортными, хорошо пахнущими сортирами, и утверждая, что качество сортиров намного важнее всего, чего угодно культурного и исторического творчества, геополитического потенциала, научно-технической и экономической мощи. Как соотносится нормальность в понимании Ракитова с нормальностью в понимании Медведева? Ведь Медведев, я об этом абсолютно убежден, не готов добиваться нормальности ракитовским методом расчленения России на части. Да и вряд ли он в Ситакитах солидаризируется с нормальностью в духе церкви тела, запах, исходящий из сортира, комфортность стульчика и так далее. Но отсутствие четкой грани между ракитовским и медведевским пониманием нормальности, грани, проведенные, говоря образно, не постельным карандашиком, а солдатским штыком, создают огромные политические проблемы. Ядро культуры, ядро культурно-исторической монады, ядро исторической личности – это ядро истерзана. Но о смене ядро говорить не приходится. А раз так, то политический лидер, который в качестве личности лелеет в своем ядре нормальность как сокровенную экзистенциальную идею, должен соотносить лелеемые с безумием, являющимся нормой для исторической личности, к которой он обращается, и с патологизациями адрета исторической личности, и с тем, что я назвал четырьмя дэ. В противном случае, апелляция к нормальности спустит с цепи трех псов эмиграции, криминального гедонизма и тела любви. И эти псы разорвут на части Россию. Я глубоко убежден, что Россия, находящаяся в нынешнем состоянии, может откликнуться на идею нормальности только деструктивно, то есть усугубляя антитезу нормальности системную социальную патологию. Но предположим, что я не прав. И что какая-то Россия, которую я не знаю ни по опыту, ни по проводимой мною и другими социальными исследованиями, готова к нормальной корреляции между призывом к нормальности и движением к нормальности. Это вся Россия. Ди Медведев обращается к новой, нормальной России с лозунгом окончательного обеспечения синтеза нормальности и развития. А другой России нет. Ее олицетворяет только монстр по фамилии Кургинян, ткущий невразумительные псевдоинтеллектуальные холсты. Да полно. Я два раза в месяц провожу заседание своего клуба и вижу молодые лица с горящими глазами. У меня есть свои печатные органы, свой сайт. Я получаю многочисленные отклики на свои статьи и телевизионные выступления. Не буду говорить о других, просто чтобы никого не брать в подельники. Но счет, с которым я, и ведь совсем не я один, побеждаю сегодня на теледебатах с нормальниками, нечто отражает, не так ли? Но это мелочь. Всеми обсуждаемый рейтинг Сталина, неосоветское электоральное большинство, две трети путинцев, сезугановцев, половина жириновцев и проспект. Ненормальная Россия не просто жива. Она все более оформляется. Ди Медведев может или участвовать в оформлении этой ненормальной России, или потерять ее, а вместе с ней и путинское наследство. Но что тогда он получит? Нормальную новую Россию? Во-первых, это возможно лишь при наличии каких-то нормальных социальных загазей. А их на самом деле, как я уже показал, нет. Есть три нормальности, которые никакой России оформить не могут. И это, увы, все, что наличествует. Во-вторых, даже если я не вижу завязи, а не есть, завязь это не электоральное большинство. Ди Медведев готов осуществлять нормализацию теми способами, которые осуществляются в условиях, когда нормально лишь меньшинство, и называются диктатурой? В-третьих, а кто сказал, что это меньшинство поддержит Медведева, а не Оранжевых, Касьянова, Каспарова и кого-нибудь покрупнее? М. Горбачев тоже считал, что своей апелляцией к нормальному и нормалифилам он получит их политическую поддержку. Но получил ты ее бы ельцин. И это глубоко закономерно. Потому что нормалифилы поддерживают, а антивластные, угодные Западу. На то они и нормалифилы. А поскольку до Медведев политик, то опираться на сомнительное меньшинство он не хочет. Предлагается другое. Адресовать нормальность новой России, как я это называю, 4G generation, о развитии старой России. Той самой, которая ходит на море и на исходные клубы, поддерживает курс на державность, как в путинском, так и в их вариантах, ретингует Сталина, нажимает определенным образом кнопки на теледебатах. Создать такой идеологический, политико-стратегический конструкт, в принципе, можно. Но тогда не надо пудрить нам мозги о якобы проходном характере текстов Д. Медведева. Можно, повторяю, попытаться создать такой конструкт. А вместе с ним и Медведевское большинство, являющееся уже не следком спутинского большинства, а новым, хотя и исходным спутинским, большинством. Попытать это можно, но успех или провал попытки будет зависеть, а, от того, чего именно провалы или успеха хотят конкретные конструкторы, а также те, кто к ним примыкает, пиарщики, спичрайсеры, и, от способности тех, кто хочет успеха, а не провалу, хочет всерьез осмыслить феномен под названием путинское большинство. То есть природа путинского консенсуса. Часть 1. Высказывание, превращающееся в яблитексты, анализируемый в качестве такового. Глава 12. Нормальность как проблематизация путинского надидеологического консенсуса. В основе путинского консенсуса лежал так называемый надидеологический синтез. Что это такое? Берется нечто, пока даже не будем уточнять, что именно, и говорится, люди, что вам дороже? Это нечто или ваша идеология? По отношению к путинскому большинству эти нечто, надидеологическим консенсусом один или Никодин, стала страна. Россия. Необходимо говорить, что началась работа с Никодин за долго до Путина. Да, Путин эту работу оформил делами и фактом в соответствии между своей личностью Никодин. Честь и хвала ему за это, но, на формировании Никодин началось еще в начале Ельцинский период. И не где-то, а на страницах газеты «Завтра». Дело не в том, что и автор данной книги печатается в «Завтра» или питает к этой газете неукротимое влечение. Известно, что не раз имело место совсем другое. И я с газетой расходился по определенным вопросам, причем достаточно кардинально. Нет, дело не в моих пристрастиях, а в очевидной для всех объективности. То, что Никодин начал формироваться именно на страницах газеты «Завтра» – это неоспоримый факт современной российской истории. Так давайте же присмотримся повнимательнее к этому факту. Формирование Ник – штука непростая, а пнюсь небезболезненная. В самом деле, к людям обращаются с вопросом, что для вас важнее – Россия или идеология? Люди отвечают по-разному. Ведь им приходится делать очень тяжкий выбор, и разве не было тех, кто сделал выбор в пользу Дии? Оля. Так ли коротко память некоторых патриотических групп, что они забыли начало так называемой «Первой Чеченской войны» 1994-1996 годы и демонстрации под красными флагами с лозунгами Дудаев лучше Ельцина? Разве не говорилось, что и Басаев лучше Ельцина, или Чубайса какая разница? Так говорили об ней. Другие сказали, что страна важнее идеи. А значит, Ельцин лучше Дудаева и Басаева. Но сказавшие не только не полюбили Ельцина. Они отдавали себе отчет в том, что Ельцин соорудит именно ту реальность, которая будет весьма-весьма далека от блага. И что страна, которую они спасут за счет этого самого Ник-1, будет имита стабильна, иначе ненанесимпатичными им свойствами. Но она будет. И в итоге факт Ебатеря победит все эти несимпатичные свойства. Иначе говоря, смысловой утро цивилизаций нашей исторической личности, выстояв, перемелит навязанную, деформированную периферию этой же самой цивилизации. Но для Ник-1 мало было такого общего упования. Нужны были встречные, и именно встречные, шаги. Ельцин шел на них с огромной неохотой под давлением политического фактума 1996 года. Тогда он одобрил, скрипя зубами, письмо 13С, предложившее Ник-1 в качестве стратегии класса и государства. Каждый, кто не поленится ознакомиться с этим письмом, убедится, что это Ник-1 в чистом виде. Подписантам письма 13С казалось, что они всего лишь осуществляют пиар-ход. Они не понимали, что слово и власть находятся в очень сложных соотношениях. Что ж, непонимание значения идеологического текста никак не сказывается на его исторической капитализации. Просто пользуются этой капитализацией не те, кто совершает действия. Воспользовался капитализацией Путин. Он гораздо охотнее и дальше, чем Ельцин, пошел в сторону Ник-1, не превращая это Ник-1 в несоветскую реставрацию. В итоге Ник-1 состоялся. Его предтечи был сходный, зеркально, так сказать, отраженный не период гражданской войны и индустриализации. Тогда тоже задавался вопрос, что вам дороже идеологии или Россия? Тогда тоже отвечали на этот вопрос по-разному. В основе любого у них закон жертвы. В чем этот закон? В том, что то, чем жертвуют, находится ниже того, ради чего жертвуют. Сказать, в 1918 году страна выше идеи, рощенные телегины пошли к красным. Продолжение следует...